Сегодня я расскажу вам еще об одном участнике автоэкзотики. Это монстр автозвука, зовут его Чужой. После того, как космический монстр поселился в этом автомобиле, от былой внешности пятикрузера мало чего осталось, если только чуть-чуть кузова и четыре колеса. Снаружи и внутри это что-то уже совсем другое, нечто. Сказать, что это красиво, язык не поворачивается. Это вызывающе, ярко и жутко, но никак не красиво, по крайней мере, по стандартным меркам. Хотя кто упоминает о стандартах, когда речь идет о тюнинге? Во все времена что-то космическое, необъяснимое, ужасное будоражило людские умы. Наша руководство с дизайнерским отделом решило предпринять попытку, а почему бы и нет, сделать автомобиль в форме чудовища из кинофильма «Чужой». И вот, так сказать, результат налицо. Матрица была слеплена из двухкомпозитного пластилина, после чего на эту матрицу был нанесен материал под названием стекловолокно, облито все это дело эбоксидной смолой. После застывания пластилин был выковырен из внутренней части вот этого вот всего каркаса и залит пеной, после чего каркас был залит антигравием, в дальнейшем обработан немного наждачной бумагой и покрашен в цвет акустики, которые там установлены. Были установлены камеры заднего вида вместо зеркал, которые в дальнейшем выводят сигнал на монитор, установленные в козырьках автомобиля. Значит, для улучшения качества звучания в автомобиль был закатан весь шумоизоляцией. Применен винил, которым обшиты двери, торпеда, даже руль. Руль обрезан, получился как штурвал у самолета. В движении Чужой тоже больше ассоциируется со зверем, а не с машиной. На своей низкопрофильной резине он не едет, а как будто перебирает четырьмя лапами, бликуя хромом эксклюзивных дисков. Вместе с внешностью у Чужого изменился и голос. Теперь его рых заглушит даже не самые хилые по звуковой инсталляции авто. От задних сидений пришлось отказаться в пользу голосовых связок. Пара сабов на 12 дюймов и конденсаторы занимают половину салона. Еще один огромный саб и четыре усилителя в багажник. Трехкомпонентная акустика. Впереди стоят 10-дюймовые динамики. В стоечках стоят пищалочки. Объемы под 12-дюймовый саббуфер, а также под 15-дюймовый, выполнен в форме ракетного двигателя. Также высчитывались нашими специалистами вплоть до пол-литра. Это мощь, это сила, это агрессия, это давление. 146 дБ, 2,5 кВт мощности. А сейчас мы услышим, как звучит этот монстр. Редактор субтитров А.Семкин Говоря об оригинальности, можно сказать, что идея чужого не так уж и нова. Многие аэрографы уже не раз рисовали на кузовах всевозможных автомобилей эти жуткие морды, но здесь, конечно, переплюнули их всех. Интересно, что нам преподнесет автоэкзотика 2009. Надеюсь, это будет что-нибудь не менее ужасное.